МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Рика-ТВ самое развлекательное шоу для всей семьи Энергия Удачи. И с вами мы, его ведущие, Дмитрий Шиш. И очаровательная Ксения. Здравствуйте на телеканале Рика-ТВ. Мы приветствуем всех, кто решил провести воскресный вечер вместе с нами и с нашим генеральным партнером Торговым домом Энергия. Мы не изменяем никогда за долгие годы одному правилу. Остановись на красном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И вы смотрите игровой шоу для всей семьи Энергия Удачи. Мы работаем в прямом эфире, поэтому вы можете звонить к нам прямо сейчас по номеру 222-333. Но мы пока с Ксюшей приветствуем наших сегодняшних гостей, учениц второй школы. Мы уже с ними немного познакомились, а сейчас познакомим их с вами. И они познакомятся, конечно же, с нами поближе. Добрый вечер. Давайте поаплодируем друг друга и начнем знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Айгерим. Айгерим, чем вы любите заниматься? Я люблю химию. Отлично. Я выбираю пятым предметом на ЕНТ. То есть вы хотите поступать на медика или... Нет, не на медика, а на химика. На химика. Химик-технолог, слушайте, очень такая профессия и финансово будет вам... Востребована. Востребована. И, конечно же, денежки будут, денежки будут. Самое главное. Как зовут вас? Меня зовут Жанар, здравствуйте. Жанара, очень приятно. Я люблю танцы, рисование, увлекаюсь. Также люблю музыку. Отлично. Какую музыку предпочитаете слушать? Знаете, разную. Разную вообще? Слушаю все. А есть любимый исполнитель или исполнительница? Да. Кто? Риан и Бейонс. О, ну давай, давай, давай. Сейчас это две популярные дивы, да, не считая еще там Леди Гага, да, но это для фриков побольше. Фрики, не обижайтесь, ни в коем случае не хотела вас обидеть. И знакомимся с вами. Здравствуйте, меня зовут Айнур. Так. Я люблю рисование, фотографию. Отлично. То есть вы любите фотографировать все, птичек, цветочек, людей, да? Да. Куда будете поступать, если не секрет? Я сдаю биологию, хочу поступить в наш мединститут. Ну, хороший выбор. Я желаю вам только удачи вместе с Ксюшей, с моей сегодняшней напарницей. Итак, девушки, а мы с вами сейчас погрузимся в мир энергии удачи. Ваша задача энергично нажимать на кнопочку, если вы знаете правильный ответ. Итак, темы нашего сегодняшнего эфира. Внимание на экран. Сегодня мы с вами погружаемся в историю Казахстана. Также казахская литература. Здесь фотографии известных казахских писателей и поэтов. Химия, кстати, которая сегодня уже звучала от нашей одной участницы. Правила дорожного движения. Здесь будут знаки. Ваша задача угадать, что это за знак и правильно, соответственно, ответить. Музыка вокруг нас. Здесь у нас запечатлен и спрятан музыкальный вопрос. Это группа, либо один отдельный исполнитель. Вам нужно угадать, кто и вообще, что за песня. Природа и мы. Здесь вопросы, которые связаны также с биографией, немного с биологией. То есть мы, в принципе, готовы. За каждый правильный ответ вы получаете денежный презент. Кроме этого, тот, кто из вас наберет наибольшее количество правильных ответов, возможно, вы сыграете в суперигру. Главный приз – это 10 тысяч тенге. Если наши участницы не могут ответить на вопрос, то тогда, пожалуйста, дерзайте, уважаемые телезрители. Вы звоните в прямой эфир 222-333. Готовы, девчонки? Давайте не будем переживать. Я понимаю, Ксюша, уже мы до эфира с вами разговаривали, что ЕНТ иногда нас пугает, но, тем не менее, нужно через это пройти. Пусть это будет для вас самой-самой маленькой такой в жизни неприятностью. Ну, почему я говорю неприятностью? Потому что мы понимаем, что вы, да, сейчас переживаете. В нашей программе никакого ЕНТ нет, но вопросы оттуда встречаются. Давайте поаплодируем друг друга и начнем играть. Итак, внимание на экран. И первое, к кому мы обращаемся, это к нашей участнице, которую зовут Айнур. Правильно, Айнур? Да. Нет, Айгерим. Правильно, Айгерим? Да. Айгерим, с вас начинаем. Ну, можно химия? Давайте, конечно, можно. Итак, он яркой звездой загорается, белый и легкий металл. Он в 13-й клетке таблицы почетное место занимал и занимает. Это? Алюминий. Ну, правильно, молодец, браво, молодец. Давайте далее. Выбирайте вы тему. «Природа и мы». «Природа и мы», хорошо. «Зеленый островок пустыни» называется… Нажимаем на кнопочку, девочки. «Зеленый островок пустыни» называется… Если знаем, нажимаем на кнопку. «Оазис». Совершенно верно, «Оазис», молодец. Поехали далее. Выбирайте. Выбирайте. Жанара? «Музыка вокруг нас». «Музыка вокруг нас», как она элегантно это сделала. «Музыка вокруг нас». Итак, слушаем музыку вокруг нас. Расключите нам музыку побыстрее. Должна угадать исполнительницу. Я думаю, сейчас, когда она начнет петь, вы легко сможете угадать ее. Она приезжала к нам в город очень давно, выступала, давала концерт. «Позвони, и я буду ждать». Так, пожалуйста. Айнур. Айнур. Это Земфира? Ну да, это Земфира, совершенно верно. Кому из нас верно? Кому? Да, что в последнее время Земфиру не слышно, но, видимо, ушла, как говорится, в кризис жанра, а может быть и просто чем-то занимается непонятным. Хорошо. Мы обращаемся к вам. Айнур. Айнурочка, отвечали правильно, поэтому выбирайте тему. Как насчет правил дорожного движения, нет? Да, правил дорожного движения. Да? Да, ну ясно. Так не говорите, что я вас уговорил, потом мне ответите правильно, буду я виноват. Итак, сейчас на экране вы видите знак дорожного движения. Вам нужно, вот, пожалуйста, первая была Айгерин. Айгерин. Манас. Совершенно верно, Манас. Выбирайте далее тему побыстрее. Музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас. А включите нам музыку. Слушаем. Внимательно. И угадываем. Ой, ну это и вообще легендарная группа в 90-е, которая была очень популярна и до сих пор существует. Проект Игоря Матвиенко, кстати, очень известного музыкального продюсера. Игерин. Тучи. Совершенно верно. Иванушки. Иванушки, это нашел. Молодец, браво, поехали далее. Так, Агерин, включаем мозг побыстрее. Химию? Ну, для нас ваш выбор – это закон. Состав молекулы воды. Формула воды. H2O. H2O, совершенно верно. Пожалуйста, выбирайте. Природой мы. Природой мы, хорошо. Вот, молодец. Естественный водоем – это? Игерин. Озеро. Совершенно верно, это озеро. Агерин, выбирайте. Правила дорожного движения. А покажите нам знак, пожалуйста. Итак, знак у нас это называется? Так, девчонки. Ай, Нура. Остановка запрещена. Подумайте, хорошо. Так, девочки, все, вы уже не имеете права ответить? Без запрещенника. Нет. И у вас один выбор. Что, что нельзя? Вот я сейчас что делаю? Стоп. Ну, нажимаем на… Стоп. Ну, стоять. Что надо стоять? Нельзя двигаться, типа… Нет, 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 нет. Давай, не подсказываем девочке, что я, я что делаю? Покажите нам еще раз знак, пожалуйста, сделайте это, а. Ребята, внимательно посмотрите. Если поставишь под этим знаком машинку, и у меня пару раз такое было, я поставил машину и не заметил этого знака. После чего к тебе приходит на работу конвертик, ты его открываешь, там фотография… Нет, 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 открываешь… Что значит, стоянка запрещена? Стоянка запрещена, совершенно верно. Мы засчитываем? Засчитываем, хорошо, засчитываем. И так, пожалуйста, Жанар, кое-как вас вытянули, ну давайте, выбирайте. Казахская литература. Литература Казахстана. И так, пожалуйста, покажите нам фото поэта. И это кто у нас? Это? Пожалуйста. Ибрайл Тенсарин. Это совершенно верно, Ибрайл Тенсарин, правильно ответила Айгеримочка. Выбирайте далее. Химия. Вопрос по химии, внимательно слушай. Вещества, изменяющие скорость химических реакций. Это? Катализатор. Совершенно верно, это катализатор, выбирайте далее, Айгерим. Природа и мы. Природа и мы. Вопрос по природе. Весной и летом эти льдинки, падающие с неба, могут погубить урожай. Ой, как все боятся. Это называется? Айнура. Град. Град, совершенно верно, это град, да. Выбирайте. Музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас, музыка звучит. Угадываем группу или исполнителя, мы сами не знаем, кто это. О, ну да. Кстати, скоро в Москве пройдет его концерт большой. Айнура, не знаю. Айнура, это Сергей Лазарев. Сергей Лазарев, да, действительно, это Сергей Лазарев. Одна из телезрительниц мне написала письмо в электронную почту, говорит, вы кричите поменьше, ну, в микрофон. Ну, просто когда эмоции зашкаливают, понимаете, иногда тяжело контролировать, чтобы не кричать. Ну, принял это к сведению, к чему говорю, я сейчас закричал. И вспомнил об этом письме и поделился с вами как с участницами. Пожалуйста, Сергей Лазарев, выбирайте. Правила дорожного движения. Правила дорожного движения. Итак, следующий знак у нас называется, кстати, в городе недавно построили подобное. Это подземный переход. Это совершенно верно. Нет, первая была Инура. Да, Инура, первая была, подземный переход. Совершенно верно, выбирайте тему. Природа и мы. Природа и мы. Давайте. Во что превращается вода при кипении? Спар. Совершенно верно, выбирайте. Далее. Так, быстренько, девочки, быстренько. Казахская литература. Литература Казахстана. И, пожалуйста, на экран нам выдающегося поэта. Это у нас, девочки, кто? Так. Так, девочки. Так, пожалуйста. Может быть, Ильяс Есенберлин? Ну, не может быть, это действительно Ильяс Есенберлин. А вообще, знаете, что он написал? Не припоминаю. Нет? Так, ну, слушайте, я надо вам подтянуть литературу, Казахстана. Пожалуйста, Айгерим, выбирайте. История Казахстана. История Казахстана. Вопрос звучит следующим образом. Его подвиг остался в памяти бойцов. Он ворвался в штаб немецкой части. Вородино и уничтожил пять немецких офицеров. Это? Токтаров. Это действительно Токтаров. Итак, девочки, ну что ж, все вы сегодня правильно отвечали. По-моему, не дали возможности отвечать нашим телезрителям. Сейчас мы с Ксюшей приступаем к самому интересному, к подсчету, сколько денег заработали наши сегодняшние обаятельные участницы. И, кстати, впереди суперигра. Возможно, кто-то из них будет играть, возможно, нет. В прошлой передаче выиграли телезрители. А кто выиграет в этом эфире, мы узнаем через несколько секунд, будьте с нами в проекте Энергия Удачи. В эфире Энергия Удачи, и мы посчитали наши результаты. Кстати, перебью Ксюшу, она постоянно считает на кассе в Торговом Доме Энергия, по-моему, это у нее очень хорошо получается. Давай, давай теперь в студии считать. Айгерим у нас набрала 4,5 тысячи тенге. Браво, порадуемся, порадуемся. Она победительница. Так. Айнур набрала 3 тысячи тенге. Браво. И Жанар набрала тысячу тенге. Ну что ж, каждый из вас что-то заработал. Это уже радует. Самое главное, вы заработали своим умом на программе, и поэтому видно, что вы особо не переживали и правильно отвечали. Итак, Айгерим, по правилам нашего программ, нашего проекта, простите, мы предлагаем 4,5 тысячи увеличить до 10 тысяч. Но имейте в виду, сейчас тему для вас будет выбирать телезритель. Поэтому это может оказаться музыка вокруг нас, это может оказаться казахская литература, либо история Казахстана, либо природа и мы. То есть мы сейчас, здесь вам не помощники. Вы увеличиваете до 10 тысяч, либо 4,5 сейчас забираете и все. Рискну увеличивать. Рискну, да. Только договоримся, девочки, что мы не подсказываем, что бы ни было. Я понимаю, вы с одной школы, и поэтому как бы есть такое понятие солидарность, да. Мы ждем телефонного звонка от телезрителя, чтобы все действительно чувствовали себя комфортно и знали, что у нас все по-честному. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Тамара. Анара. Тамара. 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 Ну вы к нам давно не звонили, но тем не менее, мы вас при... Слушайте, у вас дома столько подарков, да, уже? С разных программ, честно. Нет. Нет? Нет, я не выиграла с 1 сентября ничего. 1 сентября ничего не выиграла? Так уже это 1 сентября закончилось давно. Да, ну и играем. Итак, ну у вас сейчас есть возможность выиграть 10 тысяч тенге, но пока вашим главным конкурентом остается участница, которая находится в нашей студии, ее зовут Игерим, она ученица второй школы, хорошо знает английский язык, и сейчас темы на экране, вы должны выбрать для нее тему любую. Игерим, вы можете попросить, чтобы вам что-нибудь подсказывали. Тамара подсказала, нет? Тамара, ну так, 1, 2, 3, какую тему выбираете? Ну давайте химию. Химию? Хм, хорошо. Итак, внимание, супер игра, на кону 10 тысяч тенге. Кто эти деньги получит, Тамара, либо Игерим? Итак, внимание, вопрос. Элементарные частицы, входящие в состав ядра атома и определяющие его заряд. Сейчас кнопку не надо нажимать, ровно 1 минута, чтобы подумать. Итак, элементарные частицы, входящие в состав ядра атома и определяющие его заряд. Это, как это называется? Время пошло, ребята, думаем, думаем. Тамара, вы тоже думаете, потому что если вы правильно ответите, 10 тысяч тенге ваши. Если правильно сейчас ответит Айгерим, которая, кстати, себя по химии сегодня проявила, я так понял, что Тамара видела эфир весь и поэтому наблюдала за нашей участницей, что она правильно отвечала на вопросы по химии, абсолютно делала это без какого-либо напряжения. Итак, еще раз повторяю вопрос. Элементарные частицы, входящие в состав ядра атома и определяющие его заряд. И я даже... Протоны. Так, что вы сказали? Протоны. Ну, не успела у нас пройти минута. Это действительно протоны, молодец. Айгерим, мы от всей души вас поздравляем. Девушки, вас поздравляем. Айгерим, по правилам еще нашей программы мы попросим вас остаться, потому что через несколько секунд мы разыграем приз среди покупателей на этой неделе торгового дома «Энергия». Оставайтесь вместе с нами на Первом городском телеканале. Оставайтесь вместе с нами на Первом городском телеканале. Еженедельно приобретая товар в торговом доме «Энергия» на сумму от 5000 тенгей выше, вы получаете купон и становитесь участником еженедельного розыгрыша, который мы проводим каждое воскресенье в эфире телеканала «Рика.ТВ». И определяет, опять же, победителя торгового дома «Энергия» тот человек, который у нас либо выигрывает, либо набирает наибольшее количество правильных вопросов и ответов на них. В этот раз победительницей у нас стала Айгерим. Еще раз я напомню, она является учащейся второй школы. И сегодня она правильно ответила на вопрос по химии. Кстати, Айгерим, почему ты все-таки выбрала направление химии? Это сложно, честное слово. Ну да, нелегко, но мне очень нравится ее изучать. А вот опыты проводить дома не пыталась? Нет, не пыталась сейчас. Не пыталась? Хотелось бы. Хотелось бы, а в чем проблема? Ну, не знаю, безопасность, наверное. Безопасность? Вращаем барабаны. Только один купон надо себе вытянуть сегодня. Уважаемые телезрители, а мы вам хотим напомнить, что теперь в нашей программе еженедельно мы также будем вводить новые темы. И одна из них, которую мы уже практикуем на протяжении двух эфиров, это правила дорожного движения. Поэтому всем преподавателям школ и тех ребят, которые приходят к нам, пожалуйста, имейте в виду, будем угадывать с вами знаки. И поэтому будьте внимательны. Это тоже важно, потому что мы все-таки хотим, чтобы и автолюбители, и пешеходы соблюдали правила дорожного движения. Итак, мы вытягиваем только один купон и узнаем сейчас, кто же на этой неделе становится обладателем подарка от торгового дома «Энергия». А им становится покупатель, чей купон имеет следующие цифры. 010781. 010781. Еще раз повторю, 010781. Поздравляем вас, уже завтра можете забрать свой подарок. Ну а вы, Эгерим, уже можете забрать со своими подругами деньги от торгового дома «Энергия», которые вы сегодня получили. Дорогие друзья, дай бог вам здоровья на всю следующую неделю. Увидимся через неделю в воскресенье в 19.20 на телеканале Рика ТВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова